Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас на эту вьюшку добавим сверху еще одну панельку. Панельку назовем фильтры. Для этого мы откроем соответственно вьюшки. Так, ресурс, наша вьюшка, вот она. Вот она HomeBlade. Это у нас вьюшка, на которой мы вводим товары. У нас здесь rows панелька, я верхнюю панельку сейчас скопирую. Так, это что такое язык? Не тот. Есть. А здесь будет CallMD12. Название панельки у нас будет Filters. Так, никакого кат-меню здесь не будет. Здесь мы собственно будем выводить наши фильтры. То есть у нас появилась вот такая вот простенькая панелька, да? Сверху. Filters. На данный момент мы сделаем всего два фильтра. Я думаю общий принцип на них будет понятен. Мы сделаем фильтр по цене, по максимальной цене. Будем ограничивать максимально. Соответственно сюда мы добавим один input типа range, указывающий максимальную цену. Потом мы сделаем фильтр по имени. То есть имя должно содержать что-то. Так, и сделаем сортировку по имени, сортировку по цене в обратном порядке. То есть, допустим, по убыванию, по возрастанию. Так, для этого здесь я делаю форму. Form. Action мы не указываем. Метод тоже у нас будет отправляться get-запросом на эту же страницу. А что в ней у нас будет? В ней будет первый input type range. Max равняется. Ну, пока что я явно задам здесь, допустим, 500. А вообще нужно теоретически подтянуть максимальную цену из базы. Понятно? Так же самое, как и минимальную. Min у меня будет 0. Соответственно, сразу, когда я обновлю страничку, вот он у нас должен появиться. Вот такой вот. Тут понятно, да? Соответственно, я сделаю price. Надпись, да, label. Так, здесь у нас будет... ID равняется price.imp. Name равняется price. For price.imp. Здесь написано price. Так, у меня оно вот такое будет. Оп. Вот. Здесь можно сразу выводить в реальном времени. Но для этого JavaScript это мы сделаем позже. Для начала заставим его работать. То есть, я думаю, понятно, что посредине это 250, где-то вот тут будет 150, да? то есть можно разобраться примерно сколько будет максимально следующий input это будет name name.imp здесь будет написано name так name у него name а здесь соответственно name.imp тип range мы убираем minimax тоже мы делаем ему type text вот у нас добавляется input в который можно будет ввести имя собственно нашего товара, частицу имени пока что нам хватит пока что мы здесь добавим input type submit и вот у меня кнопка отправить как видно она сюда отправляется так замечательно раз у нас форма прекрасно отправляется нам остается делать что нам остается правильно воспринимать эту информацию так ну то есть я могу вот сюда подвинуть видно вот 122 было так как же мы будем с этой информацией вообще работать как вы знаете get запрос можно получить в контроллере контроллер обрабатывающий нашу вьюшку находится где находится 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 да pp http controllers и home контроллер да home контроллер это что такое шум с мышкой аааа от форм от категории вот индекс вот это наша вьюшка так так вот мы это пока что делаем только на индексе то собственно здесь и будем ааа применять соответственно сюда я буду принимать соответственно сюда я буду принимать request request и делать буду следующее вот эту вот выборку я начну гораздо раньше я сделаю вот так я скажу что goods у нас равняется good latest id paginate и делаю следующее если не empty request стрелочка прайс тогда тогда мы будем получать их не просто как по генеид А мы здесь еще добавим where. Вот тут вот у нас where price меньше и меньше чего? Меньше, соответственно, requestPrice. Согласны? Ну, и погенеть по 20. В противном случае else. В противном случае вот это. А сюда, соответственно, я помещу этот гудж. Так, здесь запятая не надо, здесь точка запятая. Код ни у кого не вызывает вопросов? Давайте попробуем. Для начала я сюда захожу. У меня все как и было. Ну, теперь я выставлю цену. Например, где-то вот тут нажму отправить. И у меня ни одного товара. Почему? Потому что цена 88. А теперь я выставлю цену побольше. Вот так где-то. И у меня те товары, которые до 200. А если выставлю на максимум. Отправлю. Соответственно, что? Соответственно, они у нас соответствующих значений. Но нам же нужно, чтобы этот оставался в том самом положении. Правильно? Ну, чтобы он не перемещался. Поэтому при загрузке нашей вьюшки. Вот здесь вот. Я поставлю здесь дополнительный ng-if. Если у нас есть price, то у нас здесь будет собака and if. Вот таким вот образом. Что-то мне это не нравится. Чего оно так себя ведет? Ну, ладно. Будет в одну строку. И здесь я скажу, что value равняется request По-моему, get Price Обновляю страничку. Поставлю сюда, нажимаю отправить. И он сохраняется в том же положении. Понятно почему? Потому что у нас сохранен значение этого фильтра. Тут вопрос есть? Вопросов нет. Замечательно. Ну, давайте, что я сделаю. Я специально сейчас сделаю погенацию по одной штуке на страницу. Чтобы вы увидели казусные проблемы. Так. Home controller Погенация Ну, вот в случае поиска. Нам без поиска это неинтересно. Погенация на одну страницу. Нет, давайте все-таки во всех случаях. Погенация одна штука на страницу. Сейчас у меня цена 142. Меня это устраивает. Я нажимаю отправить. Видимо, у меня получилось две страницы. Я перехожу на вторую страницу. И, упс, проблема. Сбросились результаты. Появилась третья страница. По непонятной причине. Правильно? Связано это с тем, что вот эта вот погенация не учитывает те параметры, которые уже были отправлены. Это можно поправить. Каким образом? Значит, смотрите. Я буду вызовы делать на новых строках, потому что у меня код уже растет. Если вы вызываете погенейт, у него также можно еще вызвать метод appends. Appends и сюда можно передать ключ и значение. Значит, ключ у нас какой? Price. А значение мы берем то, которое мы подставляли. Request Price. Вот таким вот образом. Теперь я обновляю страницу. Ну, сейчас нет смысла на первой странице. Например, я выставляю вот так. Нажимаю отправить. Таких целей у нас нету. У нас где-то вот такие есть. 171. И теперь я перехожу на вторую страницу. Видим, результат у меня сохранился. Так? Проблема решена. То есть, вот сюда, вот с помощью метода appends, мы добавляем те параметры, которые необходимо отправлять пост, вернее, get запросом при перемещении между страницами. Это необходимо для того, чтобы данные сохранялись при переходе между страницами. То есть, у вас появилась погенация для результатов поиска, вы переходите на страницу и поиск у вас сбрасывается, чтобы такого не было. Так, всем понятно, что я сделал только что? Теперь я должен вас спросить очень простую, я думаю, логичную вещь. А хороший ли это код? Я скажу отвратительный. Знаете почему? Потому что у меня вот таких вот случаев будет миллион и одна штука. Правильно? И расписывать, если есть вот этот, если есть вот этот и вот этот, если только вот этот и так далее, у меня займет просто километр кода. Это нереально. То есть, мне под каждый случай, под каждый набор параметров нужно написать if. Плохо. Очень плохо. Поэтому мы поступим немножко другим образом. Мы сделаем так. Я здесь сделаю... У нас goods называется, да? Goods равняется new good. Я сделаю сразу экземпляр модели. И что я буду делать? Я буду поступать простым образом. Я буду проверять. Если у нас какой-то параметр есть, так, кстати, еще один момент. Я здесь сделаю get params как пустой массив. Я в него буду добавлять get параметры по мере того, были ли они. То есть, вот если у нас есть price, да, какой-нибудь, то что я делаю? Я буду говорить, что наш goods равняется goods. И просто добавлять сюда wear. Wear. И, соответственно, сюда добавляю price. Меньше вот эту вот гадость. Красота. Таким образом, я просто буду дополнять запрос по мере появления параметров. Понятно? С каждым параметром я буду продолжать вот такой вот вызов. За счет чего у меня будут дополняться wear, 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 wear. И в конце концов, все будет замечательно. Далее. Вот этот массив get params. Для чего я его сделал? Appends вызывается уже после paginate. А paginate мы пока не вызываем, потому что у нас же могут быть еще другие параметры поиска. Поэтому мы будем делать вот этот массив get params с именем параметра. В этом случае это price равняется соответствующему значению. И вот такой вот код у нас будет для каждого параметра. В конце концов, я скажу, что у нас goods равняется goods, допустим, latest, пока что latest, id, where. Where. Ой, where, where, paginate. Погinate по одной штуке пока что, потом поменяем. Appends. И туда передам вот этот массив get params. Согласитесь, вот этот код даже сейчас при одном единственном параметре уже выглядит короче, чем вот этот. Так? Поэтому вот эту каку мы удаляем. Не надо так делать. Давайте попробуем убедиться, что это работает все так же. Я просто обновлю страницу. И попытаюсь походить между страницами. Поменять результаты. Да, то есть видим, у нас прекрасно все работает. Теперь мы добавим второй фильтр. Это, собственно, name. Добавлять я его буду теперь, по сути, вот так же. Оп. Control-C. Control-V. Только здесь name. Здесь name. А так как у нас здесь используется оператор like. Ну, в принципе... Ага, ага, ага. Сейчас-то работать не будет. Ну, ладно. Угу. Так, так делать вообще нехорошо. Может даже и не сработать. Name. Name. Теперь, если я имени не отправляю, то есть просто делаю запрос. Без name. Да, name пустой. У меня по name ничего нет. Но, вы видите, у меня два результата. Т и true-la-la. Да? А я хочу, чтобы у меня результат содержал true. Не рту, а true. Видим, теперь у меня фильтр по двум параметрам работает. Понятно? То есть в ценовом диапазоне и с содержанием имени. Но у нас сбросился вот здесь вот. Сбросился вот здесь вот значение. Это хорошо. Это совсем не хорошо. Поэтому нужно здесь сделать сохранение значения, так же, как мы его сделали для цены. Так, переходим в Home. Вот здесь я делаю, по сути, Ctrl-C. В Name Input, вот сюда вот, я делаю перевод строки и делаю Ctrl-V. Price меняю на Name. И Price меняю на Name. Обновляем страничку. И вот теперь, теперь хорошо. Согласны? Какие тут есть вопросы сейчас? Из того, что я сделал. Могу очистить. Нажать, отправить. И у меня все замечательно. Ну там Wi-Fi, что вы написали? Можете еще объяснить? Еще раз? В Wi-Fi, можете объяснить, что вы написали? В контроллере. Давайте вот сюда, вот здесь. Нет, собака, это же сам шаблонизатор. Или в Good Controller. В Good Controller. В Home Controller. А, так это же SQL-запрос, лайк-оператор, помните? А это что? Проценты. Ну, лайк, процент, любая последовательность символов. То есть я же это делал так, как можно лаконичнее. То есть, видите, добавляем один фильтр, добавляется один if. Понятно? И сколько бы фильтров не было, на каждый добавится только один if. Теперь давайте сделаем харпировка. Для сортировки мы на Home, вот здесь же, в этой вот нашей формочке, мы здесь сделаем input radio, type radio, name, sort. Здесь будет value.id и состояние checked. Рядом будет написано id. Здесь будет у нас label, формы не будем указывать. Здесь мы напишем sort.by. У нас будет id, name, price. И через точку цена по убыванию, name по возрастанию и id по возрастанию. id, name, price. Так. Посмотрим, как это выглядит. Сейчас у нас выбран price. Почему? Потому что я checked прописал всем. Он последним сработал на price, и я хотел, чтобы изначально он был у нас на id. Как оно и есть с самого начала, вот так вот. Вот оно. Теперь мы будем их, собственно, применять. Чект мы еще под вопросом, как он у нас будет формироваться. Но тем не менее. Мы вернемся в наш, где он у нас, home-контроллер. И сделаем следующее. If, ну, по сути, ctrl-c, ctrl-v для начала. Все равно мы его чуть поменяем. Здесь по-другому не получится. Name, ассорт. Добавлять его в любом случае придется. А вот веер отсюда уходит. С веером мы говорим, давай, до свидания. Значит, тут есть два варианта. Мы должны этот сорт правильно распарсить. Я делаю здесь data равняется exploit по точке наш request sort. В нулевом параметре будет содержаться имя, по чем сортируем поле. А во втором будет, соответственно, ask или desk. Поэтому я делаю здесь что? Я делаю наш data первое равно-равно ask по возрастанию тогда oldest. oldest и, соответственно, сюда передаю дата нулевое. А иначе goods latest и опять же data нулевое. нулевое. В противном случае else мне все равно нужно же выбрать, по чем сортировать. В противном случае я делаю вот так. То есть если у нас не задана сортировка, она в любом случае должна у нас быть. здесь остается убрать вот этот латес, оставить только по генейт. Давайте попробуем сортировать по имени или по цене. Давайте я на максимум цену выкручу для начала. Видим по id, по имени, по имени этот получился на первой странице и по цене. Цена по убыванию. Так? Вопросы тут есть? Есть. Почему у нас не сохранилось значение параметра? Правильно? Поэтому этот вопрос мы решаем, собственно, во вьюшке. Так, где вьюшка? Вот она. Нет, не вот она. Я потерялся. А, это goods. А мне она до home. Вот она. Я думаю, что-то не то. И, соответственно, здесь как мы будем определять checked? Да, собственно, примерно вот таким вот образом. но чуть-чуть-чуть по-другому. В этом случае if has sort и вот этот sort равен id.ask ask так, пока что я это убираю. Так, это первый вариант большой условия в этом случае. или request не has sort вообще. Только в этом будет второе условие. Тогда здесь не так. тогда здесь checked звукой e ch e c k e d так, вроде как все правильно. так, и вот эту строку подобным образом мы добавим везде, только в остальных мы ее чуть-чуть упростим. Насколько мы ее упростим, мы уберем вот это вот или. в остальных мы ее чуть-чуть упростим, мы уберем вот эту строку, и поменяем параметры, и поменяем параметры на, здесь в нашем случае будет, на e-mask. вот тут, соответственно, последний вариант, это price desk. так, теперь обновляю страницу, видим у нас сейчас по price, по name нажимаю отправить, у нас висит по name, по id отправить, висит по id, если я его вообще не передаю, то есть я вот первый раз открываю, то у меня висит id, понятно, то есть теперь сортировка у нас тоже, а, цена маленькая, на основании ничего нет, сортировка у нас тоже сохраняется и от страницы страницы, и отображается здесь. Вопросы по фильтрам, какие есть у вас? списком, или массивом? В смысле? А как делается? Ну, допустим, если это товар, например, располагается одним товаром, парь полностью его описали, либо же вот, ячейками, то есть как это, ну, переключательный делаем, останется. А это опять же вид, и там будет просто и в то, и в то. Такой же параметр добавляется наверх. Да, правильно, то есть по сути это не фильтр. Или это еще бывает с JavaScript сделанным просто. Который свитчит их класс. И они перерисовываются. Причем JavaScript даже лучше это сделать. В принципе, я думаю, тут у нас уже все готово. Можно уменьшить количество товаров на странице, вернее увеличить, ибо это сильно мало. Так? Да, и в принципе все равно будет видно, что фильтры с погенацией, мы уже заметили, работают корректно, да? Осталось только погенейт поменять на... Кстати, можно и это число тоже передавать. Улучшайзинг, будем говорить так. Прайс абсолютно не информативный. Вот я поставил по центру, и... А черт его знает, что это за прайс, да? Поэтому давайте мы вот здесь вот сделаем, чтобы выводилась циферка, отвечающая за положение этого ползуночка. Как я это буду делать? Да, собственно, я вот в этот... Так, это не то. Вот в этот лейбл. Вот сюда. Запихну спан. Так. Запихну спан. Даже класс ему не буду давать. У нас у этого лейбла будет класс. Класс. Прайс. Лейбл. И чуть-чуть поработаем джаваскриптом. Для этого я в каком-нибудь файлике в паблик. В том же app.js. Ну, нехорошо так делать, но тем не менее. Мы сделаем. Ну, вот здесь вот скажем, что... Вар. Как он называется у нас? Price. Label. Равняется Document. Query Selector. Только сюда точку. здесь я сделаю условие если price label если он у нас есть ну потому что на некоторых страницах этого нету не на всех поэтому я делаю так если он есть тогда я сразу буду еще одну переменную получать var price imp равняется priceAble next element child так price imp add event list nr 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 this this price label nr 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 на чём произошло событие. Что нам и надо. А не работает. А чипятка где-то. Сейчас глянем, что у нас валится. В консул. А ничего не валится. Шикарно. А, сейчас CTRL F5 попробую обновить. Ооо. Вот другое дело. Так, хотя бы оно говорит, что ему не нравится. Отдевент лист на ROG Undefined на 45 строке. Вот здесь. Значит оно не нашло NextElementChild. А, Cybling. NextElementChild пишет один Cybling. Такое свойство, естественно, будет Undefined. Ооо. Другое дело. Так, по-моему, слегка удобнее, правда? Тут вопросы есть? Вопросов нет, да? Все фильтры у нас работают. Сортировки работают. Можно вот, например, сделать сортировку по цене. И сразу будет видно... Ну, надо только добавить цены чуть-чуть. Чтоб за 200 переваривало. Сразу будет видно, что у нас сортировка стала по убыванию цены. Можно сортировку по имени. И тогда у нас сортировка резко выринялась. Но тут не сохраняется прайс, да? Куда мы обновляем? Ну, прайс, он при ползании ползунка, собственно, происходит. Можно сразу сделать то же. То есть, как только оно все загрузилось. Можно сделать что? После обновления страницы. Только здесь надо поменять, соответственно, на прайс. Потому что здесь не туда показывает. Показывает на Windows. И тогда после загрузки страницы... Вот у нас сразу будет видна цена. Видно, да? Ух ты! А это что такое? После загрузки видна? А потом не видна? Странное поведение. А, я переместил вместо того, чтобы скопировать. Вот. Естественно, такое поведение. Ожидаемо. Теперь себя ведет как надо. Так. Ну, они все T содержат. Но такой цены нет нигде. True. И получаем два результата true. Так. Какие вопросы у кого есть? Ну, в сейвах там тоже самое, как вместо того, а ватами нет. Не вместо того, а ватами нет. Так, пожалуйста. Панель... Подать же вас криптом загружать же туда. Товар, весь и сейвах там. А какая разница? Так, он уж перезагружаться будет, если мы выберем. Зачем? Ну, сейвах там мы будем выбирать со списка. Когда мы выберем, оно будет перезагружаться. Почему? Разошла. Продолжение следует...